Законодательное собрание впервые предоставит свою трибуну представителям непарламентских партий. Ориентировочно это произойдет 20 декабря. Право высказаться получат политики, чьи партии официально зарегистрированы Минюстом, но не имеют представительства в законодательном собрании. В законодательном собрании решили выделить один день в году для непарламентских партий. Все, кто захочет выступить, должны будут подать заявку с приложением вопросов и проблем, которые бы они хотели обсудить. В ЗС обещают, что никакой цензуры не будет. Можно будет говорить обо всем, что не противоречит закону. Каждому политику выделят не более 10 минут. Учитывая, что непарламентских партий в России зарегистрировано 36, еще около 200 готовятся получить официальный статус. Слушания могут занять немало времени. По сути своей, все наши болевые точки, мы их знаем и стараемся решать. Но, как говорят, одна голова хорошо, а две лучше. А здесь получится или 26, или 40, в зависимости от того, сколько будет таких партий. Будем надеяться, что все-таки состоится конструктивный разговор. О своем желании участвовать в слушаниях уже заявила партия коммунисты России. Руководитель краевого отделения «Яблоко» Оксана Демченко тоже намерена выступить с официальной трибуны. Тем более, что ранее Демченко уже была депутатом краевого парламента. Правда, была коммунистом, сейчас стала либералом. Говорит, законодательное собрание – отличное место для того, чтобы донести до избирателей свою позицию. Достаточно длительное время партия «Яблоко» не так активно работала на территории Красноярского края. Был кризис, были свои трудности, свои проблемы были. Но сейчас избраны новые органы, региональный совет избран, избран председатель. И я думаю, что «Яблоко» как раз должна очень активно использовать любые возможности, чтобы донести до населения свою позицию. Правозащитники тоже поддерживают решения краевых парламентариев. Трибуна может стать хорошим смотром новых политических сил и лидеров. Наверняка среди них найдутся достойные. К тому же для некоторых политиков это будет неплохим опытом публичного выступления. А избиратель сможет понять, достойны ли малые партии реальных депутатских мандатов. Не зря ли партиям разрешили официально регистрироваться по упрощенной схеме, имея всего 500 сторонников на всю страну. Одно дело – вещать и глаголить на площади среди толпы народа и кричать, что все плохо. А другое дело – с трибуны законодательного собрания конкретно, конструктивно, по деловому объяснить, как плохо, почему плохо и что нужно сделать для того, чтобы было хорошо или какие-то изменения наступили. К сожалению, не все наши политики из непарламентских партий обладают такими знаниями, навыками и умениями. Правда, до сих пор среди самих депутатов краевого парламента есть противники этого решения. Многие считают, что партии сначала должны завоевать поддержку людей, избраться в собрание и только потом использовать трибуну в своих политических целях. Если у вас есть свои новости, звоните лично мне, мой телефон 292-9127, ну или пишите на наш сайт afontovo.ru. Виталий Поляков, Сергей Кашин, Афонтова новости.